Мама? Кадер? Ты еще не вышла, что ли? Нет, мама, я тебя ждала. В школе опять деньги требуют. Вот как? Сколько? 50 лир. Но это для тестов, которые будут через несколько уроков. Ладно. Я сегодня у госпожи Элдис возьму. Завтра можно? Нет, мама, завтра нельзя. Ну тогда ты, когда будешь рядом с ее квартирой, заскочи. Я тебе позвоню. Ну ладно, тогда созвонимся и решим эту проблему. Ладно. Твоя сестра вышла? Нет, она здесь. Последний раз я видела, как она с Кемалем говорила. Кадер, что это за слова такие? Ладно, мама, увидимся. Чокнутая. Сестра, я пошла. Удачи тебе. Ты опоздала, доченька? Да, я проспала. Кемаль приедет, вот его жду. Кемаль приедет зачем? Мама, это он нашел мне эту работу? И он познакомит меня с боссом. Телефон в комнате забыла. Бахар, иди что-нибудь поешь, доченька. На самом деле, мама, я не голодна, но... Ничего, ничего. Поешь здесь, чтобы потом там не проголодаться. Кемаль, действительно, очень хороший парень. И нам он очень помог. С каких проблем он нас не вытащил только? В наше время даже родственники так друг другу не помогают. Я удивлена. Мама, я понимаю, что ты пытаешься мне сказать. Что он помогает нам из других побуждений. Или, может быть, ты переживаешь? Что ты пытаешься сказать? Скажи напрямую. Да чего тут говорить, доченька? Этот парень не мог случайно влюбиться в тебя? Мама, интересный ты человек. Нет, еще чего. Звонят. Я пойду открою. Ну, про парня этого я не знаю. Но тебе он точно нравится. О, Берат, привет. Привет, Бахар. Заходи к нам. Нет, спасибо. Я пошел, чтобы извиниться. Из-за чего? Мы же вчера хотели на пикник поехать. А из-за меня мы не смогли. Вот из-за этого. На самом деле, мы поехали. Поехали? Привет, сынок, Берат, как ты? Спасибо, тетя Сергей. Нормально, вы на работу? На работу. Ну ты сидите здесь спокойно. Я тоже скоро пойду. Сидите здесь, пейте спокойно чай. Ну, удачи вам. Увидимся. Удачи тебе, мама. Ты там особо не уставай. Хорошо? Хорошо, доченька. Ну, и как прошел пикник? Ну, да как обычно. Берат, лучше бы ты с нами поехал. Мы вчера из-за того, что было очень много всего заготовлено, решили поехать. Вы правильно вчера поступили? Правильно. С тобой все нормально? Ты обжегся. Подожди, я тебе холодное молоко принесу. Боже мой, Берат, о чем ты думаешь? А он там с своей любимой... Нет, ты больше не будешь бредить. Хватит. Берат? Ты что делаешь? Сам с собой, что ли, разговариваешь? Я... Да так просто... Бахар, послушай, что я скажу. У нас на остановке есть господин мэр. Его дочь работает в ресторане. Хочешь, я расспрошу, может быть, им нужны официанты? Спасибо, Берат. Хороший день, но... Уже не надо. Ты нашла работу? Да. Я в издательстве буду готовить юридические книги. О, хорошо, поздравляю. Вовремя, однако. Да. Спасибо, Кемале он нашел. Ну, то есть, он знаком с боссом. А, конечно. Есть у него такие друзья. Ну, хорошо. О, я смотрю, вы такие веселые. Приятного аппетита. Спасибо, присоединяйся. Иду, иду. Как дела, братец? Спасибо, рад тебя видеть. После современного компьютера это кажется гоночной машиной. Отличный ноутбук. Я за два часа все закончила. О, вот это скорость. Это ты, по-моему, гоночный автомобиль. Кстати, а откуда он взялся, ноутбук этот? С издательского дома отправили, брат. Чтобы она использовала его для работы. Кемаль, помоги, пожалуйста. Как сделать выравнивание по левой стороне? Смотри. Сначала ты нажмёшь на вот этот список, а потом нажмёшь вот сюда. Как легко. Ну, конечно, легко. Немножко пошаришь, и всё будешь знать. Что случилось, брат? Ничего. Я задумался. Там телефон звонит. Я отвечу и приду. Брат, как там твоя хандан? Ты её не привозишь к нам в деревню? Она сейчас очень занята. К тому же, ты знаешь, она не любит эти места. Не приноси, нам нужно выходить, мы опаздываем. Ладно, но, может, Брат выпьет? Нет. Я много выпил. К тому же, Кемаль прав. Вы опаздываете. Ладно, я тогда сейчас приду. У меня вопрос. Куда это вы так опаздываете? В издательский дом. Я познакомлюсь с своим другом. Я готова. А, выключил ноутбук. Ну, давай его тоже возьмём. Нет, что ты. Зачем тащить такую тяжесть? Загрузи все сюда. Ладно. Может, мне тоже с вами пойти? Нет. Не стоит. Пусть Бахар поедем и приедем. Да, Бахар? Угу. К тому же, родители тебя не ждут на остановке. Не зли своего босса. Дело, говоришь, ещё и тот босс. Всё готово. Перекинуло. Ну, тогда поехали. Ладно. А я тогда пойду на остановку. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...